В этом году исполняется 115 лет со дня рождения одного из самых неординарных мастеров своего дела. Быстролетов знал более 20 языков, обладал неплохими артистическими данными, мог изменять свою внешность. Живя под легендой, получил высшее образование в нескольких европейских университетах, даже работал врачом за границей. В 1938 году был репрессирован из-за принадлежности к роду графов Толстых. Он приходится племянником, писателю Алексею Толстому. В середине 50-х разведчика реабилитировали. Он написал цикл художественных книг, а также сценарий, автобиографию, по которому был снят фильм «Человек в штатском». Среди вещей, выставленных в музее, оригинал наградного листа. Большая часть экспонатов предоставлена внукам чекиста. Одного из легендарных советских разведчиков многое связывает с Анапой. Детский год он изначально проводил. Потом, когда уже начинается такое неспокойное время, 17-й год, он сюда приезжает вместе с матерью. Здесь заканчивает Анапскую гимназию, заканчивает мореходные классы. Здесь становится смотрителем Анапского маяка. Потом он просто моряком служил, ходил по Черному морю, то есть это Одесса, это Турция. В 20-е годы попадает за границу, поступает там в колледж учиться христианской молодежи, и там попадает в поле зрения наших спецслужб. Поскольку он человеком был очень образованным, знал 20 языков, то есть склонность к языкам у него была достаточно большая, начинает работать в советском торпредстве, и потихонечку его вербует для работы.